Обычно этот праздник называют просто Днём Библиотекаря. И действительно, главные герои здесь – служители культуры, которые в наши дни продолжают прививать интерес к книге и развивать тягу к знаниям. В Упкинском библиотекаре люди творческие и удивительно сильные. Почему сильные? Потому что вы не просто не проигрываете очень сильному противнику интернету, вы в чём-то у него даже выигрываете. Я благодарю за то, что вы прививаете любовь к чтению нашим детям, потому что в детстве в библиотеке всегда много посетителей. Профессия библиотекарей – это одна из тех, которая пришла к нам с древности, до сих пор с нами остаётся. И понятно, что в разные эпохи она имела и разную значимость, и разное значение. Но библиотекарей всегда были люди просвящённые, а иногда даже и посвящённые. Централизованная библиотечная система города сегодня – настоящий культурный, интеллектуальный и образовательный центр. Пространство организовано не просто комфортно, но и с учётом требований современного дизайна. Здесь проводят и квартирники, и литературные гостиные, выставки и другие общественные мероприятия. В наш информационный век роль библиотеки меняется коренным образом. И поэтому даже формат проведения сегодняшнего мероприятия, он тоже принял немного другую форму. Современная библиотека, конечно, это очень самодостаточное такое предприятие. Много направлений деятельности – это интернет, и, не знаю, какие-то развлекательные программы, познавательные. То есть здесь можно не только прийти почитать, но ещё поучаствовать в каких-то мероприятиях. Что и сделали. Прямо на празднике приняли участие в интеллектуальном поединке «Своя игра». Сразились команды читателей и библиотекарей. Библиотека 400. Как называлась первая печатная книга на Руси? Кто её напечатал? Не знаете? А вот команда читателей знает. Ответ – «Апостол». Книга издана в Москве Дьяком Иваном Фёдоровым во второй половине 16 века. И таких вопросов было много. Счёт почти равный. Но в итоге победу одержала команда читателей. Елена Канина, Данила Индюков. Новости Губкинского.